У вас устройство, то есть как потребляется память, какие ядра процессора задействованы, как вообще загружен процессор, какие UI-эвенты происходят, тач-эвенты, как используется файловая система. Спустив свое приложение и запустив Dynamic Analyzer, можно в течение длительного времени собрать всю статистику, как работает ваше приложение и как отвлекается система в этот момент. Все это собрать можно в сходный отчет и в дальнейшем исследовать какие-то узкие места и какие-то неполадки. В общем, очень удобно. Также прямо из среды разработки доступны в Unity Test Tool. Можно писать тесты, можно запускать их отсюда же, смотреть результаты выполнения, смотреть покрытие. Ну, то есть Test Coverage, да? Ну, тоже советуем использовать в своих разработках. Конечно же, есть Common Line Interface, то есть все, что можно сделать из ADE, можно сделать также из командной строки. И если кто-то непрерывную интеграцию, например, у себя настраивает в офисе или дома, то вот с помощью инструмента командной строки можно настроить это также и для тайзенских проектов. Упаковка сертификаций в Тайзен Сторе и обновления. Собственно, для того, чтобы подготовить ваше приложение к публикации, ничего особенного делать не надо. За вас все сделает подпишутся сертификатом в Тайзен МДЕ или инструментом командной строки. В зависимости от того, что вы выберете. Единственное, вам необходимо задуматься об обновлении продукта заранее, потому что если вы изначально сделали, допустим, одну файловую структуру, а затем это будет кардинально меняться, возможно, с обновлением вашего продукта будет не все хорошо. То есть об этом надо заранее продумывать. Ну и надо помнить о том, что в Тайзен Сторе есть свои ограничения. После регистрации есть несколько инструкций, с которыми необходимо ознакомиться. В этих инструкциях описывается, какие приложения от вас вообще ожидают и чего делать нельзя. То есть, например, нельзя нарушать авторские права. Или ваше приложение не попадает под какую-то возрастную категорию, и вам нужно стоять ограничения. Со всем этим необходимо будет ознакомиться. Ну и коротко о структуре проекта на тему приложения. Ну, все логично. Кто на секретус разрабатывал, соответственно, папки res для ресурсов, src для исходных файлов, gink для заголовочных, data, приватные данные вашего приложения, lib в библиотеке, можете использовать open-source библиотеки, линуксовые, собранные для ARM. Манифест. Это манифест, о котором я говорил, где хранятся привиления, настройки приложений и так далее. И вот как выглядит структура установочного пакета на тему приложения. Соответственно, вы видите 72.xml файла, который отвечает за подпись вашего приложения. По сути, это zip. Видите, с 7-zip я стал открыт. Я рассказывал о гибридных приложениях. Вот на данном слайде показано вообще, для чего это все было выдумано. Соответственно, есть веб-приложения, есть нативные приложения. У тех или у других есть свои плюсы и минусы, которые в некоторых случаях являются неприемлемыми для разработчиков. И вот гибридные приложения, призванные как раз эти минусы сгладить. То есть для нативных приложений минусы в том, что это дорого и долго разрабатывать нативные приложения. Портируемость тоже есть проблемы. Как минимум надо перекомпилировать свой код. У веб-приложений, как бы хорошо они ни работали в Tizen, на самом деле они нативному приложению всегда будут поступать. И по производительности, и по полному доступу к устройствам. И вот гибридное приложение, которое из себя представляет два в одном, то есть в качестве фронт-энд веб-приложений, в качестве бэк-энда нативное приложение, нативный сервис. А вот гибридное приложение практически лишено минусов. Ну, на практической части я покажу, что такое гибридное приложение. Ну, а пока все. Спасибо за внимание. Вопросы. Да, пожалуйста. Ринат, а вот к таким, ну не то что экзотическим интерфейсам, а больше сейчас распространяем, чем NFC. NFC имеется в войне, да, ставьте вот, скажем, iBeacon или ZigBee. Вообще планируется, не планируется дописывать? Я сейчас не знаю, что это такое. Ну, ZigBee, это на самом деле, как можно назвать, промышленный Wi-Fi, это мэш. Ну, я знаю, я слышал. Мэш для подключения сенсоров множественных. То есть тогда и следующий, наверное, тоже смысл не имеет по поводу SDN интерфейса тоже. Ну, вот у нас есть, наверное... А с кем пообщаться просто вот это и... У нас есть коллега, который непосредственно сейчас не знаменит все отключает. Можно с ним попробовать пообщаться. Ну, я думаю, что вот такие вещи будут реализовываться просто вместе. Где-то нужно, там просто реализуют по такому... Ну, это не общая точность. Собственно говоря, если это позиционируется как общая, ну, универсальная платформа, то, в принципе, понятно. Это выход-выход-выход в даче. Ну, скажем так, вот мы просто рассказали, мы рассказали, что устройство мобильное, вера-был. То есть это, ну, консюмер-устройство. А смотрим, куда тот же Apple прицеливается. Apple прицеливается в интеллектуальный дом. То есть, условно говоря, тостер, ну, который там может считать, там, эти хлебы, в зависимости от типа упаковки, жарить там с корочкой его или не с корочкой. Потому что телефон один, а датчиков, а устройств у нас других 10. И это может быть... Не, ну, это подключение к шине автомобильной, если я помню, да? Ну, так, автомобильной шине, там. Которые сигнализации... А здесь идея такая. Если тостер на файзен, то внутри взаимодействует тоже с такими цельными датчиками на своем протоколе, которые тут доступны для приложения для тостера. Если он взаимодействует с внешним устройством, то это должен быть какой-то более стандартный. Ну, вот, да, вот указан, Wi-Fi сказан. Ну, потому что идея такая. Wi-Fi жрет много, и, условно говоря, вот сейчас... Там есть модуль коннективить. Насколько я знаю, модуль это... То есть он в качестве плагина поддерживает NFC, и там, и Wi-Fi, и еще что-то. Я думаю, что никто не мешает, там, у АМП-злайки уже сработать плагин для какого-то другого протокола. И не доходу в вашем языке. Надо еще добавить, что возможно будет добавлена технология Samsung MIMA. Помнишь зачем? Как в WS-5. А, да, да. Диджи соединений плюс интернет. Вместе они соединяются, и, по-моему, там, да, 400 мегабитсекунд. Ну, это да, это как-то, как-то, к моему направлению антенны. Просто вот интересно, ну, это, наверное, с людьми, которые ближе к разработке сидят, все-таки, вот, понять. Потому что тенденция вот той же Smart Dust, Internet of the Sense, то есть это вещь, которая, как бы, на Западе уже такого вот революшн делает. То есть смотрит или не смотрит Samsung в эту сторону. Потому что это вот появится, ну, может появиться там в течение месяца там. Смотрит, естественно. Ну, вы обратили внимание, что я рассказывал про мобайл-профель. Конечно, смотрит Samsung, это, наверное, единственная на данный момент компания, которая, разрабатывая все, имеет возможность легко объединить этого в одну экосистему. И, похоже, именно это призунок сделал Times. И второй вопрос. А вот как доступ к ядрам? То есть, насколько я понимаю, преимущество сейчас вот новых телефонов, 8-ми ядерных, и там Smart TV, о том, что 8 ядер, и мы имеем как-то с помощью приложений можем ядра либо в слип, либо там активировать, в зависимости от приложения. И это вообще в СДК как осуществляется? Есть ли доступ вот именно к ядрам? Нет, нет. Именно к ядрам я доступу не виду, но нет. То есть настолько низкая СДК не позволяет там. Потому что, когда приезжал этот Вильмир Олегбеков, люди, которые занимаются, я не знаю, Smart TV или на каком-то таком подразделении, они рассказывали. В принципе, это вот предполагает, что это будет одна из таких преимущественных фич над тем же Андроидом, что можно будет распределять нагрузку поддержки. Это никогда не дадут на пользу сфигурами. То есть это Тайзен СДК именно для разработки. Вы как раз так и сказали, что это как раз вот пользователь сам будет выбирать. Именно это важная довольно фича для того, чтобы уже не пользователь, а я имею в виду кодек. Разработчик. Да, разработчик. Разработчик должен именно учитывать разные режимы работы. Именно, ну, понятно, экономия той же батареи. Ну, на самом деле там Power Management вообще очень богатый. Тайзен, я скажу так. То есть это на профиле Power Management. Но для того, чтобы работать с конкретными ядрами, ну, смотрите, я как разработчик приложения, допустим, я разработал конкурентов Facebook. И вот я хочу, чтобы мое приложение работало, а Facebook там жутко тормозил. Если я забрал все ядра, вот, все просто, они работают только на мое приложение, а все остальные страдают. Ну, это же неправильно. Что тогда будет? А, ну, тут надо что тогда будет. Смотрите, скажем, для запуска андроидовских приложений есть два проекта. Один — InfraWare, а другой — Open Mobile. InfraWare, насколько я знаю, загнулся. Open Mobile пока еще жив, но непонятно в каком состоянии. Но Open Mobile сразу как разная платформа делает свои Android Compatibility Layer. Да, они делают свой Android Compatibility Layer. Вот, и, соответственно, там какая-то реализация Java машины есть. Интерпретируемые языки. Ну, у нас сейчас внутри Samsung есть некоторые игры с Python. Оно он. У? У?